Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Сотни мужчин из Хатлонской области Таджикистана находятся в трудовой миграции. У многих возникли трудности. Нет необходимых документов, чтобы устроиться на работу, потому они пока не могут отправлять деньги своим семьям. Такая сложная ситуация заставила женщин выйти в поле и зарабатывать на жизнь самим. Сегодня эти женщины не только научились работать на земле, но и развеяли миф о том, что женщина должна сидеть дома, заниматься домашними делами, а мужчина обязан кормить семью. Тему продолжит Урзу и Карим. У Ростомох Нейозовой было всего 20 лет, когда она впервые провожала своего мужа в Россию в трудовую миграцию. Сегодня ей уже 40. Жительница Вахшского района привыкла к долгому отсутствию супруга. Поначалу муж хорошо зарабатывал, часто приезжал и снова отправлялся на работу. В последние годы работать в России стало экономически невыгодно, потому переводы стали приходить реже, чем обычно. У Ростомох ничего не оставалось, как взять в руки лопату и выйти в поле. Позже она создала дехканское хозяйство на двух гектарах земли. Женщины в основном вынуждены работать в поле, так как их мужья находятся в трудовой миграции в России. Они уже не ждут денежных переводов от мужей, зарабатывают сами. Мы собираем урожай, укладываем в ящики, а затем его отвозят. По словам Урастомох, ее мужа недавно депортировали из России. После возвращения он начал работать в дехканском хозяйстве, созданном его супругой. Она обеспечила работой не только своего мужа, но и своих родственников. У женщин-односельчан тоже появилась возможность заработать. Мы тут собираем урожай, и у нас его тут же покупают. Приезжают КамАЗы, они сразу же везут урожай в Россию. Вот, к примеру, Мох, Замира, Сакина, невестка Зухра, приходят и работают здесь. Я всегда говорю, не сидите дома, приходите и работайте, зарабатывайте. Ведите свою жизнь вперед, и вы не будете зависимы ни от кого другого. Таких женщин, как Урастомох, в Хатлонской области немало. Они заняли традиционно мужские позиции и сегодня создают рабочие места для безработных, односельчан. Суро Имам Назарова руководит дехканским хозяйством в Хурасонском районе. Вместе с увеличением своих полевых земель она создает больше рабочих мест и для мужчин. В будущем я планирую увеличить свое хозяйство за счет овощной продукции. Женщинам-домохозяйкам я советую, чтобы они вышли в поле работать. Таким образом они обеспечат свою жизнь. Ну что сидеть дома без дела? Сейчас многих наших мужчин депортировали из России. Им не будет очень сложно, если они будут трудиться вместе с женщинами. Да и в доме у них будет мир и покой. Байозиддин Зикриёев со своими четырьмя сыновьями 8 лет провел в трудовой миграции. Однако он и его дети столкнулись с трудностями. За патент, аренду квартиры и питание они не могли больше платить и были вынуждены вернуться на родину. Его супруга и невестка к тому времени уже создали им рабочие места. Сейчас мы все работаем тут. Вся наша жизнь зависит от этой плодородной земли. Тут работаем все вместе, дети и невест. Раньше наши женщины не работали, теперь они тоже зарабатывают. У нас все свое. Зерно, картошка, капуста, лук. Хороший урожай – это счастье и достаток в доме. Теперь моим сыновьям не нужно ехать в трудовую миграцию. Они тут зарабатывают, кормят свои семьи и с радостью воспитывают своих детей. Представитель общественной организации Махбуба Зафар Исмаилов отмечает, что по сравнению с прошлыми годами женщин, работающих на поле, стало больше. Когда мужчины выезжают в трудовую миграцию, все полевые работы и домашние хлопоты возлагаются на женщин. Мужчины сейчас поддерживают женщин в их стремлении работать на поле, руководить техканским хозяйством. Рахмун Али Давлатов, юрист профсоюза работников сельского хозяйства Хатлонской области, позитивно отзывается о работе женщин, которые, разрушая стереотипы, выходят в поле и не только сами зарабатывают своим трудом, но и обеспечивают работой своих мужей, возвратившихся из трудовой миграции. Действительно, после гражданской войны в Таджикистане наши мужчины выехали в Россию на заработки и высылали оттуда деньги. Во многих семьях нет мужчин, там только женщины. Они стараются тоже внести свой вклад в обеспечение семьи, зарабатывают для себя и своих детей. Они не хотят отставать от общества, к тому же они приобретают столько опыта и навыков. В Таджикистане женщины традиционно охраняют семейный очаг. Обычные жены живут в семье мужа и не являются главой семьи. Загруженные домашним хозяйством и воспитанием детей, женщины имеют мало шансов на заработок и независимую жизнь. Но, похоже, ситуация начинает меняться, говорит эксперт Бахудури Абдусалом. Как показывает практика, женщины в Хатлонской области в основном те, кто работают в сфере сельского хозяйства, разрушая все стереотипы, становятся руководителями, занимают места мужчин, трудовых мигрантов. По моему мнению, пойти работать их вынудило не знание своих прав, а именно семейные трудности и отсутствие денежных переводов от своих супругов. Женщины сейчас возделывают много земель и руководят процессом, строят рабочие места для других, в том числе и для мужчин, которых депортировали из России. Это хорошо, что женщины теперь независимо от своих мужей и могут сами прокормить своих детей. По официальным данным, в Хатлонской области сейчас функционируют 65 дехканских хозяйств. 90% работников составляют женщины, половина из них занимают руководящие должности. Репортаж подготовил Орзу и Карим, Хатлонская область. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.